Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Как понять, как относится ко мне муж моей сестры? Некрасно он испытывает ко мне неприязнь и ревность. Когда мы общаемся с сестрой, он пытается сестру как-то от меня отдалить, чтобы она не приезжала ко мне, что мы редко виделись. Когда сестра работала, он постоянно знал меня и моего парня гулять на улице. Как только сестра уволилась, он перестал с нами практически общаться. Когда я прихожу к ним домой, он молчаливо уходит в комнату и практически никак не поддерживает разговор. В его присутствии чувствуется неприязнь и напряжение. У нас не был конфликт, и после этого я стал его ненавидеть. Он всегда старается как-то показать, что он что знает, и когда я высказываю свое мнение, начинает спорить со мной и говорить, что я не права. Он может начать мне делать замечания, рассчитывать как ребенка или ставить под сомнение мои слова. Когда я им предложила провести Новый год как бы намеком, то муж сестры промолчал, а потом, когда сестра позвала меня на Новый год и сказала, что я с ними буду встречать Новый год, муж сестры промолчал, ничего не сказал, потом сказал, а как они поедут по гостям после Нового года, как будто я к ним напросилась и как навязалась. Можно ли это рассчитывать, имеется в виду рассматривать, как неприятность с его стороны и нежелание общаться? Спрашивает аноним. Ну, здесь, на мой взгляд, ситуация довольно не обозначена. В частности, например, бросается в глаза то, что мужчина, он звал вас гулять, когда ваша сестра, то есть его в данном случае, жена, вот, как бы, работала. И, соответственно, он перестал это делать, как бы, ну, когда она уволилась. И, на мой взгляд, это, ну, как бы, говорит о том, что у него к вам может быть симпатия. Вот. И мне кажется, что всё, что он делает, вот, ну, в этом смысле, Эд пытается, вот, как раз, эм, скрыть эм, свою симпатию к вам. Потому что всё его поведение говорит о такой вот, ну, скажем так, эм, подростковой, что ли, такой эм, симпатии, подростковой такой эм, ну, как бы, вот, увлеченности, да. Вот, при том, что, эм, факт наличия эм, жены, конечно, здесь эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот. Просто других причин, как мне кажется, объективных для проявления к вам какой-то неприязни нет и в принципе быть не может. То есть мне показалось, что человек вы такой достаточно некомпликтный, мне показалось, что человек вы достаточно позитивный, человек вы достаточно такой хороший, вот. По крайней мере, исходя из того, что я могу, ну, видеть, да? Вот. И я не думаю, что есть какие-то другие причины. При этом, если бы мужчина, ну, вот, вёл себя бы вот так, как он себя ведёт с вами, потому что он вот такой человек, да, то он бы вот так вёл себя совсем, но он же ведёт себя вот так только с вами. И я думаю, что у этого есть какие-то свои причины, я думаю, что у этого есть какие-то свои основания, вот. Да, другой вопрос, другой вопрос, какого рода эти основания? То есть, ну, вот я, например, вижу и думаю, что у него есть квадратная симпатия, вот. Может быть, у вас есть другая позиция, но тем не менее. Это первое. На что я бы хотел обратить внимание. Второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы, ну, как будто бы, не уверены в себе. Вот, как будто бы вы нуждаетесь, знаете, в, ну, в подтверждении, как будто бы вы нуждаетесь, как будто бы в поддержке, может быть. Да? Вот. Это, в общем и целом, тоже достаточно бросать глаза. То есть, как будто бы вы не уверены в том, что, ну, какую, условно говоря, продвигаете позицию, как будто бы вы не уверены в это. И, на мой взгляд, это тоже очень важная деталь, на мой взгляд, это тоже очень важный момент, если вы хотите в этой ситуации разобраться. Вот. Дальше, вы говорите про конфликт. Вы говорите про конфликт между, собственно, вами, да, и мужем вашей сестры. Вы говорите, что вы стали его ненавидеть, и вообще-то говоря, ненависть, это также очень сильное чувство, от которого до любви, до какой-то вот, ну, симпатии, да, достаточно недалеко. Поэтому я бы здесь увидел, я бы здесь постарался бы обратить внимание на следующее, какой ваш склад в конфликт, и что побуждает вас вот эту вот самую ненависть. То есть, ну, в конце концов, вам это не самый близкий человек. Для вас, по крайней мере, это не самый близкий человек, как мы можем видеть. И, в общем и целом, если для вас это не самый близкий человек, а вы реагируете на него конфликтом, да, вы реагируете на него, ну, ненавистью, как вы говорите, ненавистью очень сильно. И оно связано с тем, что, точнее, человек испытывает его тогда, когда он лечается какого-то вот комфорта. То есть, в момент, когда человек лечается какого-то комфорта, он может испытывать, в принципе, ненавистью. И вот, как мне кажется, то, что вы описываете, можно назвать именно вот тем, что вам от этого как-то дискомфортно. Да, может быть, вы действительно боитесь как-то вот потерять сестру. Да, может быть, вы слишком нуждаетесь в своей сестре. В этом случае, в случае, если вы очень сильно нуждаетесь в своей сестре, конечно же, можно поработать с самодостаточностью, ну, с повышением самодостаточности. Можно работать с тем, чтобы вы меньше нуждались, например, в своей сестре, например. То есть, в этом нет, на мой взгляд, ничего прямо такого сложного, если мы говорим о коррекции. Здесь не нужно быть каким-то вот экстрасенсом, да, чтобы увидеть свой вот, может быть, слишком зависим от людей, да, в том числе вот своих близких людей. И, соответственно, достаточно, ну, достаточно болезненно реагируете на то, когда они, люди, в смысле, ведут себя вот, ну, как-то не так, как вам, например, этого хочется. Вот. К сожалению, это вот такая история, да, это история, которая вот здесь у вас, в общем и целом, ну, присутствует довольно ярко, как мне видится, опять же повторюсь. Вот. Соответственно, с этим, на мой взгляд, с этим, ну, как бы, нужно, нужно вот так же разбираться, да? Что-то делать. Вот. По крайней мере, ну, вот, в моем, да, представлении это выглядит так. Вот, пожалуй, такую обратную связь я мог бы вам дать, вот такую обратную связь я мог бы вам предложить в качестве, ну, вот, в качестве ответа на вас. Ваш вопрос, в качестве ответа на ваш текст, который вы написали. Вот. Я надеюсь только, что вам это, это будет полезно. Надеюсь, что вам это будет интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, да, потому что вам, вероятно, вот, нужна как раз психотерапия, да, вам, вероятно, как раз нужна помощь. Вот. Ну, в том, чтобы в этой ситуации оставаться, так скажем, ну, в ресурсном состоянии, да, и не позволить этой ситуации вот себя как-то взыхлистнуть. Вот. Опять же, если вы этого хотите, опять же, если вы в этом, ну, заинтересованы, да, потому что, если нет, если вы, например, просто хотите узнать, вот, про мужчину, да, узнать, там, можно ли, вот, как вы, как вы говорите, рассматривать это. Так как проявление неприязнь, вот, то это больше про, это больше про погадать, это больше про, ну, предсказание, так скажем. Это больше про догадки, про думы, вот, а если, если я прав, то вам, как раз, вот, весьма сложно опираться на себя, что, возможно, вы, возможно, вы и ненавидите как раз, ну, человека, да. Стали из-за того, ну, вот, по той причине, да, вы стали, не вы стали человека ненавидеть, потому что он, вот, что называется, дал вам почувствовать себя как раз-таки вот уязвимой, как раз-таки неуверенным в себе, а это то состояние, от которого вы предпочитаете бежать и с которым вы боитесь сталкиваться. Удачи вам! Всего самого доброго!